Всем привет! С вами вязание от сайта визок.ру И сегодня мы будем вязать свинку Пеппу Продолжаем вязать нашу свинку И вяжем ножки Начинаем вязание с кольцами Гуруми И вяжем в него 8 столбиков без накида Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой И восьмой Колечко Затягиваем Далее Снова Как и висали ушки Отсчитываем от крючка восьмую петлю 1 2 3 4 5 6 7 8 Вводим крючок И Следующие шесть рядов Также вяжем по одному столбику без накида В каждую петельку предыдущего ряда Давайте Давайте довяжем и посмотрим Какая деталька у нас получилась Вот такая деталька получается Один конец мы будем пришивать к туловищу Второй к туфельке Которую мы также свяжем отдельно И давайте аналогично свяжем вторую детальку Ручки Пеппы вяжутся аналогично ножкам Только они у нас с пальчиками Если посмотреть на ножку Это у нас семь столбиков без накида в кольцо амигуруми И восемь рядов Провязанных так по семь столбиков без накида Но есть одна особенность А именно вывязывание пальчиков Как это делается? Когда вы довязали деталь Нужно сложить ее пополам И провязать три столбика без накида То есть мы вяжем первый Второй И третий За обе стороны Получается вот так Мы соединили деталь И теперь вывязываем пальчики Делаем три воздушные петельки Вязание поворачиваем Вводим крючок в ту петлю Откуда у нас идут три воздушные петли Предварительно сделав на крючок накид И провязываем один столбик с накидом Далее в эту же петлю вводим крючок И провязываем соединительный столбик Вот один пальчик готов Аналогично делаем дальше Три воздушные петли Далее Столбик с накидом в следующую петлю Соединительный столбик в ту же петлю Откуда сейчас у нас был столбик с накидом Сделаем Снова три воздушные Столбик с накидом в последнюю из тех трех петель И соединительный столбик Все готово Ниточку вытягиваем через отверстие наше Берем крючок Вводим примерно где-то в первом ряду на сгибе Потому что мы ручку будем пришивать И нам будет удобно Если ниточку мы сразу захватим И Вытянем в нужном месте Вот так Расправляем Такая вот ручка у нас получается Следующее что мы будем делать Это вязать туловище Вяжем тем же розовым основным цветом И начинаем вязание С уже привычного нам Колечко амигуруми Воздушная петелька И шесть столбиков без накида Провязанных в это колечко Первый Второй Третий Четвертый Пятый И Шестой Провязали Колечко затянули Что делаем дальше? Дальше вяжем по правилам круга То есть в следующем ряду будем делать шесть прибавок Отсчитываем от крючка шестую петлю Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая И вяжем в нее Два столбика без накида Выполняем тем самым Прибавку Следующую петлю вяжем Также два столбика без накида И вяжем И вяжем так аналогично Выполняем в этом ряду Шесть прибавок Давайте провяжем еще трижды И встретимся в конце ряда И я провязала этот ряд Приступаем к следующему Прибавки будем делать теперь через одну петлю То есть вяжем столбик В следующую петлю Прибавку Снова вяжем столбик В следующую петлю Прибавку И повторяем так еще четыре раза В конце ряда должно быть восемнадцать петелек Следующий ряд мы снова делаем с прибавкой Вяжем два столбика без накида Первый Второй И в третий вяжем прибавку Два столбика без накида Еще раз Столбик Столбик И прибавка Повторяем эту комбинацию еще четыре раза И в этом круге У нас прибавится еще шесть петелек И станет их двадцать четыре В этом круге у нас стало уже двадцать четыре петли И следующий ряд мы провяжем Последний ряд Который будет у нас выполнен с прибавками И прибавки будут выполнены через три столбика То есть я вот вяжу третий столбик без накида уже И в четвертый делаю прибавку Еще раз вяжем первый Второй Третий И в четвертый Выполняем прибавку И так нам нужно будет провязать еще четыре раза И в итоге наш круг вырастет до тридцати петель И следующие ряды с шестого по десятый Нам нужно будет провязать тридцать столбиков без накида Давайте провяжем и встретимся в конце десятого ряда Вот какая форма у нас получается Теперь нужно немножечко сократить петли в следующем ряду И делаем это мы так Вяжем первый Второй Третий Столбик без накида Как обычно Вводим крючок под переднюю стеночку четвертой и пятой петли И провязываем сквозь них столбик без накида Получилась убавка По-другому ее можно назвать скрытой убавкой Потому что в полотне она будет не так заметна Как если бы мы убавляли петли захватывая за обе стеночки И так давайте еще раз Вяжем три столбика без накида Второй Третий Далее вводим крючок под четвертую петлю И под пятую Под передней стеночки Захватываем нить и провязываем столбик без накида Остается повторить эту комбинацию еще четыре раза И в конце этого круга у нас должно остаться двадцать четыре петли Рядик провязан Следую что делаем Провязываем два ряда по двадцать четыре столбика без накида То есть по одному в каждую петельку предыдущего ряда Давайте провяжем два ряда самостоятельно И встретимся в конце второго ряда Следующий ряд мы опять должны провязать с убавками И выполнить их уже через два столбика Вяжем два столбика В третью в четвертую петлю вводим крючок И провязываем столбик без накида Снова делаем два столбика без накида И в третьем и четвертом сокращаем петельки Таким образом надо провязать эту комбинацию еще четыре раза Повторяем два столбика без накида Убавка У нас в круге останется восемнадцать петель И следующие два ряда мы должны провязать по одному столбику без накида То есть пятнадцатый и шестнадцатый ряды будут по восемнадцать столбиков без накида Давайте провяжем и посмотрим что у нас получилось Вот какая деталька у меня получилась Нить я обрезала Оставила длинный кончик Для того чтобы потом соединить тельце с головой Так как у головы мы ниточку спрятали в полотне То оставим у тельца Если игрушка состоит из нескольких пришиванных деталей То пришивать рекомендуют той ниточкой Которая остается от той детали Которую пришивают То есть ту деталь Которой пришивают Можно хвостик нити оставлять коротенький И прятать его в полотне А вот ту что будут пришивать Например ручки или ножки То кончик нити лучше делать подлиннее Чтобы было удобно с ним работать Следующая деталь которую мы будем вязать Это ножки Вяжутся они конечно черным цветом Но я попробовала И петли совсем будет вам не видно Поэтому решила взять нить другого цвета И показать на ней Итак что мы делаем Первый ряд как обычно В колечко амигуруми Мы с вами провязываем Шесть столбиков без накида Первый Второй Третий Четвертый Пятый И шестой Колечко затягиваем И следующие два ряда Делаем с прибавками Следующий ряд будет Шесть прибавок Следующий ряд будет Столбик без накида Прибавка Точно так же как мы с вами вязали голову Давайте свяжем И посмотрим что будет дальше Кружочек у нас получился Состоит из восемнадцати столбиков без накида Следующий ряд мы вяжем без изменений По одному столбику без накида В каждую петельку предыдущего ряда То есть всего мы должны Провязать с вами восемнадцать столбиков без накида Давайте провяжем И встретимся в конце этого ряда Необходимая форма достигнута И следующие два ряда мы вяжем с убавками Сначала убавляем через четыре столбика без накида Второй Третий Четвертый И убавка Повторяем еще два раза Первый Второй Третий Четвертый Убавка Вторая Деталь Деталь Можно Вывернуть Немножечко И Последняя убавка в этом ряду Первый Второй Столбик Третий Четвертый Снова Убавка Так как следующий ряд у нас тоже с убавками Вы уже наверное догадались, что они будут делаться через три столбика без накида Первый Второй Третий Убавка Раз Вяжем дальше Первый Второй Третий Убавка Два И далее Первый столбик Второй 2, 3, убавка, 3. У нас в ряду должно остаться 12 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем без изменений. 12 столбиков без накида. Итак, 12 столбиков без накида у нас с вами провязано. Что хочу сказать. Детальку нужно немножечко набить, чтобы она у нас не была совсем приплеснута. Но если у вас пышная пряжа, то можно этим немножечко пренебречь. Но примерьте к готовой ножке, как будет смотреться. Все-таки мы их будем сшивать. Итак, последний ряд мы провязываем 6 убавок и стягиваем отверстие. То есть мы вводим крючок под первые 2 петли, провязываем столбик без накида вместе. Вводим крючок под вторые 2 петли, протягиваем вместе столбик без накида, третья пара петелек, четвертая, пятая и шестая. Остается у нас 6 петелек. Ниточку обрезаем и закрываем отверстие, как мы делали с головой. Надеюсь, вопросов нет. Если вопросы есть, пишите в комментариях. А также подписывайтесь на канал. В следующем видео мы будем вязать платье. До новых встреч! Пока-пока!